Ты нетипичная бразильянка? Совсем русская стала. Минус три, жара. Как тебя принимали вообще поначалу в театре? Немножко в зоопарке себя чувствовала. Вы все время веселитесь, тусуетесь, ходите на пляже. Настроение карнавала, которое люди говорят, это действительно, это существует в нас. Татарстан славится своей кухней. Влюбилась в чак-чак, но я начала поправляться. Русские мужчины отличаются от бразильских? Вообще, не нет правил. Каждый человек разный. А у вас не найдется билетика на щелкунчик? Гош, ну может мы хоть в Казани на него попадем? По всей России билеты распроданы. А у вас билетика на щелкунчик не найдется? А, не нет больше ингресса. Сверхусь и приезжай со мной. Это проект «Моя не на выезде». Аманда Гомес. Бразилия. Балерина. Магия русского театра влекла ее с детства, поэтому, окончив балетную школу Большого театра у себя на родине, Аманда отказалась от мировых контрактов и 9 лет назад переехала в Казань. Здесь она нашла свое призвание, вышла замуж за премьера Казанского театра и полюбила зиму настолько, что теперь даже родители уверены, их дочь окончательно обрусела. Обожает нашу традицию говорить тосты, но до сих пор не понимает, почему в России в день рождения за все платит именинник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аманда, мы с тобой находимся в центре цифрового искусства «Артплей». И мне кажется, что это такая противоположность классическому искусству, которому ты посвятила свою жизнь. А люди в Бразилии любят, ценят вообще искусство? Да, ценят, но именно в плане балета я считаю, что это еще надо двигаться дальше сильно. У людей нет такой привычки ходить в театры. Не в каждом городе есть театры, есть площадка. Поэтому у нас очень многие уезжают из Бразилии танцевать, искать компанию, искать театры, потому что действительно там мало возможности работы. Расскажи, как твои родители вообще отреагировали на то, что ты решила переехать в Россию? Когда я начала учиться в школе, в балетной школе, они уже понимали, что это может быть, и это, скорее всего, так и будет. Не знали, правда, куда, но я всегда озвучила, что мне хочется в Россию. А родители приезжали сюда, в Россию? Приезжали. У меня папа раньше старался на каждой премьере приезжать. Я очень сильно тоже волновалась, когда новый спектакль, новая партия. И его поддержка, быть здесь рядом, это было особенно нужно для меня. Очень благодарна, что так получилось. А потом с мамой они приезжали в 2018 году с сестренкой. У меня сестра есть. Я уехала, когда ей было всего лишь месяц. А родителям понравилось здесь, в России? Они влюбились в город Казань. Они даже говорят, я сейчас понимаю, почему ты не так сильно скучаешь по Бразилию. Здесь можно и купаться, и можно изображать, что на пляже. Кто знает, может, когда-нибудь тоже переедут сюда. А ты помнишь, как ты готовилась к переезду? Ну, может быть, фразы какие-то заучивала на русском языке, или какие-то факты смотрела вообще о России, Казани? Конечно, меня волновалось только театр. То есть, если мне будет хорошо, будут принимать в театр, тогда уже отлично для меня было. С остальным я справлюсь как-нибудь. Но я помню, что я переживала, как я буду читать знаки, или там... Потому что алфавит есть, и я не понимала, не умела, не знала даже, как звучит буква. И я начала изучать. Рисовать для меня это был рисунок. Чтобы хотя бы в аэропорту, или где-нибудь там на метро, чтобы мне было хотя бы понятно, куда я еду, или там, какой станции. А ты помнишь вот свое первое время пребывания в Казани? Чего тебе особенно не хватало? Конечно, меня не хватало очень сильно общения. Был очень сложный период для меня, который я должна была показать. Даже не свой... Не 100%, а 150%, а 200%. Я помню, я репетировала иногда там полтора часа, два, даже три часа подряд. Я приходила домой, как будет, я 15 часов подряд танцевала. Я хотела просто спать, восстановиться, но на следующий день я таких болей не чувствовала. Все тело болело, и надо было собраться и идти на работу. Было трудно. Не было общения, не было дома мамы, чтобы прийти и плакать. и сказать, мама, мне сегодня тяжело. Мы в Бразилии, мы очень... Нам нужен физический контакт очень для нас. Мы очень часто разговариваем и трогаем. Как у тебя дела? Как это? А здесь все равно люди держат какое-то расстояние. Потом, конечно, когда общаются дальше, более близкие тоже. А вначале держат какое-то расстояние, и для меня это было холодно. Аманда, мы с тобой находимся в Казанском театре оперы и балета. И это, конечно, потрясающе красивое место. Мне кажется, ну, такое ощущение, что ничуть не уступает большому театру. Действительно, у нас очень красивый театр. Я помню, когда я приехала еще проверяться, я влюбилась в театр. Я не верила, что если меня возьмут в театр, я смогу танцевать здесь. Ты училась в русской балетной школе в Жоенвилле. И, наверное, нужно сразу сказать, что это единственная школа балета от большого театра в мире. И, насколько я знаю, практически всех выпускников разбирают в Европу, в Америку, в самые лучшие театры. Почему ты решила приехать сюда? Я очень-очень мечтала работать в России. Меня пригласили в других театрах, но действительно я не чувствовала, вот как бы в сердце не говорила, что туда надо. Я отказалась несколько раз, даже перед тем, что приехать сюда. Я отказалась даже от Суриха. У меня практически подписаны уже контракты были. И, ну, не то, что я хотела. Прям душа говорила, что надо попробовать все-таки приехать в Россию. Ты практически сразу получила должность примы. При этом ты не знала русского языка, не знала нашего менталитета, не знала культуры. То есть ты не могла даже пообщаться толком ни с кем. Расскажи, вот, морально, насколько трудно тебе было? Мне было очень трудно. Шесть месяцев я плакала каждый день. Это очень трудно, когда у тебя нет никого здесь. Я ни с кем не могла прийти домой, например, и просто пообниматься, плакать. Я не сразу поняла, как мне можно с людьми общаться, насколько мне можно идти. Можно мне обниматься, можно целоваться. Потому что мне это было все страшно. Что буду думать, если я не то сделаю? Как тебя принимали вообще поначалу в театре? Мне очень хорошо сразу принимали в театр. Люди сразу хотели общаться со мной. Я помню, первый смешной вопрос был. А ты смотрела «Уклони»? Это клон, вот этот сериал бразильский. Люди здесь спросили, у вас тоже показывали? Я говорю, это же наш сериал. Или там, ты умеешь в футбол играть? Так он у вас был популярный, кстати? Очень, очень классный. А как карнавал? А ты уже участвовала в карнавале? Людям действительно интересно было. Я люблю иногда шутить, что я себя немножко в зоопарке чувствовала. Надо все спрашивать, надо все узнавать. И стало интересно. Хотя я плохо общалась. Пыталась немножко на английском. И там чуть-чуть русский. То, что я могла там переводить. Аманда, расскажи, а есть вообще разница между русской балериной и бразильянкой? Мы очень схожи. Мы очень эмоциональные люди. Я могу сказать, что у русских артистов тоже это есть. То есть они выходят на сцену, они раскрываются. Они прям как будет до последнего ряд зрителей. Они прям могут это делать. Когда у нас школа открылась, это действительно очень многие педагоги сказали, что для нас это в принципе легко передать вот эту душу вам, бразильцам. Потому что вы понимаете, насколько это чувствовать, насколько открыться, насколько музыкально это делать. Аманда, у нас в России еще балет, помимо красоты, восторженности, очень часто ассоциируется со скандалами. В балете очень жесткая женская конкуренция. Я и мои зрители не дадут мне соврать, что неоднократно слышали о том, что балерины подкладывают иголки друг к другу, в пуанты. Ты вообще сталкивалась с этой женской конкуренцией здесь? Для меня это было очень странно. Вот привыкать к конкуренции, например, в Бразилии и здесь. Потому что я в школе всегда дружилась с самой лучшей балериной, там тоже. Мы делились и в ведущей партии. Она моя лучшая подруга до сих пор. Почему, если конкуренты, мы обязательно не можем дружить? Это мне сложно было понять, русский менталитет. То ли это люди действительно выбирают это, это персонаж такой, да? То есть это конкуренты, значит, мы не дружим. Аманда, ты знаешь, я так люблю новогодние оформления городов. И мне кажется, что для нас, для россиян, Новый год – это практически то же самое, как для вас карнавал. У нас тоже есть яркий Новый год очень. Например, в Рию там салюты, несколько минут идут, прям долго, очень много, очень мощно. Все ждут у пляжа, но не могу сравнивать с карнавалом. Это немножко другой. Но действительно, здесь в России люди ждут, очень ждут Новый год, прям целый год ждут Новый год. В такой красоте хотелось бы поговорить о красоте, но о женской. Все-таки мне кажется, что ты нетипичная бразильянка, но опять же, может быть, это всего лишь стереотип. Если я не права, поправь меня, потому что у нас здесь в России складывается ощущение, что бразильянки – это все такие женщины с такими красивыми формами, понимаешь? Те, которые любят пластические операции, и ты на них абсолютно не похожа. Это вообще так или нет? Ну, если сказать о поиске красоты, это уже другое. То есть, действительно, там люди, может быть, больше следят за телом, больше в спортзалы ходят. Там в спортзал всегда очень много народа. Люди следят, потому что даже как здесь, в России, я часто слышу, что надо готовиться к лету, надо в форму входить. А у нас там просто круглый год надо держать форму, потому что то ли на пляж съездил, то ли там все равно более раздетый ходит. А у тебя нет ощущения, что в Бразилии очень распространена пластика? Ну, конечно, чаще это слышно в Бразилии делать, чем здесь. Либо там больше говорят об этом, а здесь особо нет. Может, так же делают, но особо не раскрываются. Потому что в Приспо, в Бразилии, все, что мы делаем, мы рассказываем друзьям, а здесь принято, что все, что делают, это держат в себя, или там не принято рассказывать. Мне кажется, еще один самый распространенный стереотип в Бразилии – это о том, что ваша жизнь – это абсолютный праздник. Вы все время веселитесь, тусуетесь, ходите на пляжи. Такая, ну не жизнь просто, а сплошной кинофильм, знаешь. Ты все-таки из города не туристического, не курортного. Вот везде так? Или это вообще просто стереотип? Есть такой стереотип в передачах, в фильмах о Рио-де-Жанейре, что там пляжи, Копа-Кабана, все время музыка. Действительно, в Рио есть такое настроение, но в принципе мы все время празднуем. Может, даже в выходной собрались, шашлык делали, что-нибудь выпили, музыку поставили, самбо поставили. Любой выходной – это просится праздник какой-то. Почему так происходит? У вас какая-то кровь горячая или что? Не знаю, может быть, хочется просто веселиться чаще. Для нас музыка – это очень важно тоже. Все время мы в Бразилии включаем музыку для чего-то, чтобы идти до работы, люди с наушниками. Хотя здесь тоже, но именно у нас вот это настроение, карнавал, о котором люди говорят, это действительно, это существует в нас. А тебя сначала не испугала вот эта наша отстраненность, холодность, что мы не улыбаемся на улицах, в магазинах? Да. И мне все время казалось, что люди, они ко мне странные, а наоборот, это не так. Они очень хорошо, просто здесь привычно так себя вести и с незнакомым человеком. Потом я это поняла, мне стало проще. Получается, что практически треть своей жизни ты провела здесь, в России. Ты уже чувствуешь себя русской? Да, я уже немного чувствую. И даже часто слышу, что даже родители шутят. Ну ты уже такая русская уже стала. Раньше я очень открытая была. Все, что чувствовала, сразу должна была рассказывать или показать. Это мне нужно, это как помощь мне нужна была, чтобы люди знали, как я себя чувствую. А сейчас я сдерживаюсь, не всегда раскрываюсь только теми, кому доверяю или нужно говорить. Иногда они со мной общаются. Почему ты это не сказала? Я говорю, потому что еще не произошло. Когда будет, тогда и расскажу. В России люди больше ждут, когда это произойдет. Тогда мы будем рассказать или будем отмечать. А мы уже заранее начинаем и отмечать, и рассказать. А может, и не произойдет, но мы уже праздновали. Обожаю. Ой, Маманда. Красавица. Спасибо, что такую роскошную балерину снимаете. Я ее очень люблю. Давай. Аманда, а ты помнишь тот момент, когда ты поняла, что Россия точно твоя страна и точно твой дом? Я поняла это, когда я уехала в отпуск в Бразилию. Но спустя месяц я стала очень сильно скучать. Показания по своему дому. Я поняла, что мой дом тоже здесь. И мой дом сейчас, естественно, это где Миша, где мой муж. Миша, очень приятно с тобой познакомиться. Взаимно, очень приятно. Вы такая классная пара. И вот смотришь на вас, вы прям как будто, ну не знаю, светитесь. И дома у вас так же уютно. Разные игрушки от бабушек, от дедушек. Это мама передала, это папа. Это так мило. Расскажите, как вы вообще познакомились? Мы познакомились, когда я приехала в Казань. Мне через буквально две недели предложили танцевать с одним партнером. Тогда я не знала, кто. Но я помню эту первую встречу. Я ужасно боялась, потому что новый партнер. Вдруг я что-то не то сделаю. Не умела разговаривать на русском. Пытались как-то на английском. Пол-английский, пол-русский, пол-португальский. Еще когда вместе с педагогом все это на репетициях. И там вообще, конечно, было интересно. Хотя ты уже в театре две недели работала, и мы как-то не общались, даже особо не видели друг друга. Я никого особо не замечала. Зал у нас очень большой. А ты знал, что она из Бразилии? Ну да, я знал, что она из Бразилии. Наверное, все знали про меня, а я не успевала рассматривать. А если сравнивать в целом бытовую жизнь в России и в Бразилии, где тебе комфортнее, удобнее? Ну, я здесь в России. Мне сейчас комфортнее здесь, естественно, и в плане работы. Но мне кажется, удобство в Бразилии в плане того, что тепло все время, что можно не надевать куртку тяжелую каждый день, или не надо переживать, что скользко на улице, боюсь упасть, или снега много надо чистить, или машину чистить. Я не сразу поняла, насколько тепло надо одеться, потому что кажется, ой, курточка, ой, там немножко шарфчик, шапочка, но нет, это не совсем так, потому что 0 градус и минус 25 и 30, это огромная разница. Я помню первый раз, когда минус 30, я вышла, я понимаю, что это такое тяжело дышать, невозможно, как быть воздуха не хватает. И тогда я поняла, что действительно это холодно. У нас в Казани одно время было минус 20, 25, минус 30. Очень холодно, но недели две, наверное, постоянно это в прошлом году было. И какой-то прекрасный день, минус 3, я звоню родителям, говорю, папа, жара сегодня. Он говорит, сколько? Я говорю, минус 3. Говорит, ты с ума сошла? Да, ты совсем русская стала. Минус 3, жара. Но вот если убрать климатические факторы и говорить о бытовой жизни, о транспорте, я не знаю, о том, как ты платишь за квартиру, то есть вот об обычных каких-то вещах, вот если их сравнивать Россию и Бразилию. Ну, мне кажется, очень схоже все. Очень, как бы, нет особо большой разницы. Также кварплата платим, так же на транспорте едем, снимаем квартирность. Это все очень похоже. А именно вот это климатическое, которое можно просто круглый год в тапчиках идти в магазин за продуктами. Не надо все время обувь чистить или тяжелой одеждой или замерзать. В Казани Татарстан славится своей кухней. И кухня вся такая достаточно жирная. Вкусно, но жирно. Как тебе она вообще пришлась по вкусу? Мне было сложно вначале, потому что абсолютно по-другому питалась в Бразилии. Здесь мне казалось, действительно, все жирное, все, как бы, вроде вкусное, но я поняла, что я начала поправляться, что вроде немного ем, но набираю несколько килограммов. Я помню, что влюбилась в чак-чак. Я каждый день ела и начала тоже набирать. Я говорю, все, Аманда, пора, астов, скоро ты вернешься в Бразилию, тебя не пустят на сцену больше. Здесь всегда много всего. У нас чуть-чуть попроще. Либо одно, либо другое. Здесь, особенно когда праздники, все надо одновременно за столом. Там и фрукты, и первый, и второй, и салат, и еще закуски. Все сразу негде даже есть. Вот это для меня было удивительно. Если сравнивать, например, Бразилию и Россию по уровню безопасности, где тебе безопаснее? Несмотря на то, что это страна карнавал, страна праздник, очень часто туристов предупреждают о том, чтобы они были аккуратнее, потому что якобы в стране много преступности. Ну, в плане, у тебя могут сумку отобрать или там украсть телефон, еще что-то. Безусловно, здесь я чувствую себя безопаснее в этом плане. Именно вот гулять на улице, как мы здесь сейчас гуляем. Это чаще встречается в Бразилии. Неприятные вот эти случаи. Я помню, как я удивилась, когда я приехала, что, в принципе, можно вечером на улице ходить. Ну, я в центре живу, в принципе, абсолютно безопасно это. Для меня это было непонятно в Бразилии. Когда там живешь, привыкаешь и думаешь, что везде так, что как бы вечером уже люди, лучше не выходить, лучше дома остаться или там лишний раз телефон не доставать на улице. Это действительно, это есть у нас, вот это страх. Вау! Как красиво! Аманда, расскажи, а у тебя есть вообще амбиции покорять другие театры? В принципе, я хочу еще танцевать, естественно, везде, в разных театрах мира, гастролировать. Прямо, когда вот чувствуешь тоже атмосферу других зрителей, это тоже вдохновляет нас, чтобы улучшиться, чтобы найти еще что-то другое в наше искусство. Это всегда здорово, конечно. А Большой? Ты бы хотела танцевать в Большом? Мы очень часто гастролируем в Большом театре, то есть я, наверное, раз в пять после того, что приехала в Казань, выступила в Большом театре. Сцены, конечно, там огромные, театры очень красивые, но у нас не проигрывают театры. Я так хорошо себя чувствую в Казань, меня так хорошо приняли. Конечно, когда я училась в школе, может быть, я и мечтала о Большом театре, о Мариинском театре, но после того, что я приехала в Казань, я поняла, что я здесь тоже могу быть такой же балериной, как и там была быть. Сейчас балетный мир, он объединился очень сильно. Люди приглашают танцевать в других театрах, на гала-концерты с другими партнерами. Я уже тоже танцевала с партнерами, с примерами Большого театра. Расскажи, не мешает ли вообще личная жизнь работе? Я могу сказать, что не так просто вначале. Мы очень эмоциональны в доме, мы очень эмоциональны в театре. И когда перед выступлением, например, я в этот день обычно очень спокойно себя веду, особо не общаюсь ни с кем. Даже люди иногда говорят, что я такая серьезная или чем-то недовольная, а это у меня, я сконцентрируюсь и, наверное, так и выглядит. Когда вместе танцуем, это вдвойне сложно, потому что и у него тоже вот это состояние. Но мы сейчас это очень хорошо понимаем, насколько можно общаться и наоборот ценим поддержку друг к другу. Для меня это сложно, когда я танцую с Мишей, потому что я не могу отвлекаться, я не могу. Я вышла со своего соло, со своей вариации, а у него вариация тоже идет. И я не могу расслабиться за кулисами, я должна смотреть и переживать тоже за него. Это немножко сложно. Очень часто бывает что-то там, если вдруг какое-то недопонимание дома, приходишь на работу, надо же репетировать, надо, и уже все проходит, все легко уже идет. Бывало, конечно, наоборот, что дома все здорово, а на работу не можем понять, как это поддержку делать или обвинять друг друга. вначале было часто. Ты неправильно делала или там, ты неправильно делала, а сейчас мы смотрим на это. Это настолько глупо, потому что понимаешь, что очень сложная профессия, а если не будет поддержки самый родной человек, вторая половина твоя, тогда зачем быть вместе? А как Миша тебе сделал предложение? Очень просто. Мы с папой общались по телефону, и мой папа любил всегда шутить. Миша, но ты сколько будешь пользоваться моей дочери? Когда уже в серьезе? И он уже, видимо, ждал этот момент, потому что это частая шутка папина. И он достал кольцо и говорит, сейчас все, перестану пользоваться. она будет моей женой. Ты согласен с этим? Папа в шоке был, не ожидал. Я сама тоже не ожидала. Это было по видеосвязи. Я тогда не знала. Мы не могли решить, делать свадьбу здесь или там. Потом мы поняли, что там делать это намного масштабнее, должно было быть мероприятие. Здесь попроще. Что тебя удивило в русской свадьбе? Я понимаю, что она была не совсем традиционная, но тем не менее, может быть, были какие-то элементы? Нет, действительно, не была русская свадьба. Мы старались очень сделать по бразильской традиции. У нас был один день роспись просто, и на второй день у нас венчание было. Для меня это было очень важно, для Миши это было очень важно, для папы это было очень важно, потому что у нас принято, что отец проводит до алтаря своей дочери, передает ее будущий муж. И для людей это было тоже интересно, потому что это непривычно для них. Очень часто мы слышали, что как в сказке, как в фильмах у вас свадьба получилась. А есть какие-то бразильские традиции, которые вот прям очень сильно отличаются от русских? Свадебные, я имею в виду. Кстати, вот у нас одна из интересных... Был такой нюанс, который мы позаимствовали. Например, вот мне очень неудобно, что на свадьбу здесь привычно дарить деньги. И мне это некомфортно было, потому что я говорю, «Миша, а может человек хочет просто идти на свадьбу? Может, нет возможности сейчас? Может, лишних денег нет?» А он чувствует себя обязан это делать. Но у нас есть прикол, пока вечеринка идет, отмечаем, есть продажа галстука жениха. Галстука жениха. То есть человек, чтобы подарил деньги, и ты ему взамен отрезаешь кусочек галстука. И вот так раздаешь, 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 и у людей на памяти остается от свадьбы какой-то кусочек. Это всегда так делают в Бразилии? Очень часто, очень часто. Прошлось два галстука. И шутка идет в том, что если там сумма большая, значит побольше, надо там отрезать. И вот любим шутить. Мы так делали. Ну а в целом, как люди относятся к семейным ценностям? Насколько это важно в обществе? Очень важно, очень важно. И родных для нас это очень важно. Общаться. У меня семья очень большая. Миша, когда приехал в Бразилию первый раз, все уже хотели познакомиться. Русский муж. Какой он русский? Кто он? Как он себя ведет? И все хотели его и кормить, и что-то новое пробовать. Он говорит, я набираю, набираю килограммы, все мне что-нибудь дают. Да я должен обязательно пробовать. Он удивился, что там была вечеринка у нас семейная в квартире. Там небольшая квартира, может быть, там 80 квадратов. И там человек 30 был. Мы все общались, мы все ели, пели, танцевали. Миша говорит, в России никто бы не задумывался, 30 человек. может, 35 в этой квартире, все вместе. Для нас это важно общение. Нет такой там официальной там. Даже когда тост, например, вот здесь, когда день рождения, праздник, обязательно тост, ты должен сказать, человек. Там нет такого, что останавливает, все слушает. Для нас, если я пришел, это значит, я уже тебя ценю, люблю. Не обязательно все время об этом говорить. А здесь есть вот это официальное, которое мне очень нравится. Вот это я взяла себе вот из России, что, например, если ты у человека на день рождения, почему не дать там несколько секунд, минуточку, чтобы сказать, насколько ты, ты уважаешь, ты ценишь этот человек, насколько ты любишь. это очень важно. Мы в Бразилии иногда живем в суете какой-то и не останавливаем, не говорим, что я тебя ценю, я тебя люблю за это, за это, за это. Я считаю, что это очень важно. А как ты считаешь, русские мужчины отличаются от бразильских? Я думаю, что культура разная, конечно. Здесь чувствую больше разницы между мужчиной и женщиной по поведению, может быть. Мы общаемся с человеком, это неважно, это мужчина или женщина, есть более вот это в форме разговора, не могу объяснить. А здесь есть какая-то стена между мужчиной и женщиной, как я должна подойти к мужчине или там, как мужчина должен к женщине подойти. Там тоже это есть, но здесь разница больше чувствует. Какие-то правила люди придумывают в общении, которые... вообще нет правил. Каждый человек разный. Миша, расскажи, а бразильские девушки вообще отличаются от русских? Могу сказать только про одну, самую любимую, которая действительно не похожа ни на кого. Вот, наверное, одно из черт, скажем, бразильского характера, это открытость и какое-то тепло. Когда первый раз папа ее приехал, тоже он в театре кого видел, всех обнимал, целовал, неважно, это был там артист балета, директор театра, он тоже, все, как... Для нас это был какой-то такой немножко шок, потому что мы привыкли, незнакомый человек пожал так скромно сдержанно руку и все, да. Но это был момент, я помню, первый год я занервничала. Я говорю, папа, можно спокойно себя вести здесь? Потому что ты не понимаешь, люди открыты или нет, может они не хотят это. Папа тоже запереживал, говорит, ну я уже хотела, как можно было там поближе общаться, или там я считала, что это было бы хорошо, я говорю, ну я сама еще не понимаю, как тут себя вести. Миша, расскажи, а как ты ухаживал за Амандой? На цветы дарил? Конечно, цветы дарил. А в Бразилии дарят цветы мужчины? Реже, намного реже. Здесь часто дарят, есть такая культура, дарят цветы. Вообще в России дарят, по-моему, если я не ошибаюсь, больше всего в мире цветов дарят именно в России люди. А в Бразилии как мужчины ухаживают за женщинами? Ну тоже так же, цветы тоже стараются дарить, приглашают на свидание тоже. Это, в принципе, эти традиции тоже у нас есть. Я просто слышала, что не так давно в Бразилии выпустили даже приложение, которое можно себе скачать, и там можно делить расходы пары. Ну вот это действительно, для меня это было тоже удивительно новое в России, что если ты приглашаешь кого-то, значит, я готова заплатить за это. потому что это принято. Ты пригласил, ты платишь. А в Бразилии у нас нет такого. У нас, если мы идем веселиться вместе, неважно, где это, в ресторане или где-то, значит, мы оба готовы тоже платить за это. То есть, нет такого, чтобы только один человек платит. А я еще слышала в Бразилии, что если люди к тебе приходят на день рождения, твои же друзья, то каждый сам платит для себя в ресторане, и это нормально. Это правда? Бывает, бывает. Я когда это узнал, для меня это был немножко шок. Да, для меня тоже. Потому что у нас здесь, получается, день рождения идет от именинника, то есть он угощает всех. А там у нас в Бразилии привычно, что если у кого-то день рождения, любимые, друзей, они должны какой-то сюрприз делать, они должны подарок купить, они должны делать, чтобы этот день был обязательно замечательным. А здесь наоборот немножко человек должен приглашать, должен все делать. Расскажите, а есть какие-то привычки, которые вы переняли друг у друга? Вот кофе я стал пить намного больше, и теперь я не могу без кофе каждое утро. Пил кофе. А Аманда какую привычку переняла? Она теперь кофе пьет с молоком только как и я. привычки, то, что в России, снимать обувь перед тем, что зайти домой. Нас в Бразилии сейчас после пандемии стали чаще это делать, но в принципе мы заходили просто как в кроссовках. Я не понимала, зачем приглашают тебя домой и заставляют обувь снимать. Для меня это было немножко странно, а сейчас я понимаю, что это хорошо, потому что дом чистый все время. у русских есть действительно вот эта привычка. То, что я у тебя взяла действительно. Нельзя просто дома спокойно сидеть. Хочется, надо погулять. Ну, в выходной можно просто ничего не делать. А как уже? Закрыты в квартире целый день? Я говорю, да, нет, нет, я пройдусь немножко. Поехали туда. Поехали куда-нибудь. Он двигатель такой. А я привыкла в Бразилии в выходной, субботу, воскресенье. Это просто ничего не делать. Это никуда не идти. Максимум в кино и так прям. И сейчас действительно, когда я целый день дома, я вечером уже говорю, что-то целый день мы дома, хочется воздухом подышать. И вот эта привычка теперь у меня есть. И еще, наверное, из-за того, что тебе нужно использовать момент, какая сегодня погода. обязательно все. Ничего не знаю, надо идти. А там ты знаешь, что завтра будет как сегодня, 25-30. Не ценим нас только. И вот жизнь, она, наверное, немножечко менее напряженная, что ли, более размеренная такая. Ты не торопишься. Не спешим к лету. Да, ты должен тут до зимы это сделать. Тут весна быстро посадил, там, не знаю, там, убрал это, это и все обратно, все лето закончилось, опять осень, опять зима. И ты вот все время в каком-то таком ритме живешь, может быть. А там ты более так спокойно, так, что у нас там на этой неделе, там, месяц, планы такие более нейтральные, что ли. То, что очень интересно для меня, разница огромная, как плавать. Например, русские, они, если купаются, они идут, не знаю, километры туда. Все, надо волну переплыть туда и обратно. Тогда по плаву. По плаву мы съездили плавать. А в Бразилии для нас, ну, пойдем плавать, это зайти и кайфовать. И просто подпрыгивать. Когда мы с Мишей зашли, он говорит, ну, ладно, я сейчас иду. Ты со мной, говорю, куда ты идешь? Ну, плыть дальше. Я говорю, куда? Там уже опасно. А как, мы будем стоять? Я говорю, да, это все бразильцы так делают, стоят, прыгают в волны. Для нас это достаточно. А ты думала когда-нибудь о том, чтобы забрать Мишу и уехать жить в Бразилию? Пока это не было в планах. Ну, кто знает, может, на пенсию. Но пока нам очень хорошо здесь, в России, в Казани, у нас в театре. Потому что там действительно работает тяжело пока в плане балета. Что должно там измениться, чтобы появилось желание переехать? Если были бы трупы, театры, которые действительно театр с большими репертуарами, большое количество спектаклей. Конечно, очень хочется развивать вот эту культуру балета в Бразилии. Но я думаю, что это можно планировать потом, когда я перестану танцевать. И тогда сил будет помогать молодых развиваться там. Аманда, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готова? Наверное. Три главных качества русской души? целеустремленные, сильные. И в плане искусства, особенно балет, очень открытые. Русская душа на сцене. Это что-то особенное. Три вещи в России, к которым ты никак не можешь привыкнуть. Как рожки. Я думаю, что может быть не очень привыкла к тому, что люди мало ищут друг друга вот эта манера общения. Мало чувствует другого человека. Сильно думает, как себя вести, а мало чувствует другого. Но я не могу сказать, что есть даже три вещи, которые не привыкла в России. За девять лет я практически ко всему привыкла и очень много чего люблю. Наоборот. Что русскому нужно для счастья? Это, кстати, очень восхищаюсь, что здесь очень ценят даже маленьких побед, так скажем. Объясню. Или маленькие достижения, или радуются тому, что снег пошел, что весна пришла, что сейчас лето. Я очень люблю радость ожидания следующего сезона. Это меняется, настроение меняется, какую-то надежду дают. Русским очень часто достаточно просто семья, дом, небольшой праздник, накрывать стол, праздновать, разговаривать, общаться в семейной обстановке. Это я вижу, что в их глаза написано «счастье». Аманда, спасибо тебе большое за твою теплоту, за твою открытость. Спасибо, что провела эти несколько дней с нами. и несмотря на то, что мы активно сравнивали две наши страны, я думаю, все-таки главное помнить, что хорошо там, где мы есть. Это правда. Спасибо вам большое. Я очень рада была участвовать. Очень люблю Россию, очень рада, что приехала сюда. Мой дом и в Бразилии, и здесь. Это проект «Мы и они на выезде», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. С Новым годом вас! Не забывайте, что у нас есть ВК и телеграм-канал. «Музыка»! «Музыка»!»